Привет, мои хорошие, с вами Селена Сэй, и сегодня я хочу поднять такую тему, которая неоднократно уже всплывала с моими подругами, с моими знакомыми, и в принципе вообще это интересная тема, на какой же день после свидания первого там или второго, в общем, когда с мужчиной, когда мы только знакомимся, начинает все-таки заниматься сексом? На каком свидании, то есть можно уже ему отдаться? И что я могу сказать по этому поводу? Первое, что я могу сказать, это, конечно же, девочки, что мужчину нужно чувствовать. У каждой девушки свое время это. Это может быть 4 дня, неделя, это может быть месяц, кто-то полгода. Зависит от культуры, зависит от человека, с которым вы встретились, зависит от вашей взаимосвязи, которая происходит с вами, да? Но в среднем, так могу сказать, что я думаю, да, у меня как бы логический момент, да, ну и, соответственно, я, например, достаточно быстро чувствую людей, поэтому мне не нужно человека, с которым я хочу связать свою жизнь или с которым я хочу начать встречаться, мне не нужно его месяцами мурыжить, грубо говоря, да? Ну, если, конечно, он мне не нравится, я что-то другое от него хочу. Я думаю, что это где-то примерно 3 дня я останавливаюсь на 3 днях. И объясняю, почему. Это не 3 дня, которые происходят, знаете, как бы там день, вы познакомились, потом прошло 2 дня, он вас ведет на свидание, и вы с ним уже спите. Нет, это 3 дня ваших встреч. Объясняю, почему я так думаю, да? То есть у меня логический подход к этому. Первый день вы вообще как бы знакомитесь с человеком, вообще первый день он особо не считается, вы друг друга увидели, вы друг друга немножко прочувствовали, кто как общается, кто как выглядит, кто как пахнет, может быть, на расстоянии каком-то. Второй день свидания, это когда вас человек приглашает куда-то, да, соответственно, второй день логический, это может быть сходить вместе в кино, да, то есть что-то новое провести. Это не опять там сесть где-то и трындеть ни о чем, что-то нужно провести, сходить в театр, сходить в кино, может быть, погулять по парку, животных посмотреть в зоопарк, да, там, может, ну, как бы на каруселях там покататься. Что-то такое активное нужно поделать, да, и посмотреть тоже, как человек себя ведет в этом процессе, то есть занимаясь чем-то, а не конкретно вы друг с другом общаетесь, занимаясь чем-то, вы параллельно будете еще друг друга узнавать с другой стороны. И после этого, я считаю, что это уже такое более долгое свидание должно быть, потому что вы уже друг друга знаете, да, уже примерно представляете, кто из вас что представляет, и то есть вы уже нацелены на то, что будет второе свидание, и оно пройдет намного дольше, чем первое. Идет уже третье свидание, и я считаю, что на третьем свидании, если все вот эти два, две первые встречи были хорошо проведены, и вам понравилось, и вам хочется увидеть человека, то я считаю, что можно уже мужчине девушку пригласить в ресторан на романтический ужин с алкоголем. Первые два раза можно без алкоголя, потому что не подразумевает. Во-первых, девушку нужно расслабить, да, и заодно вы увидите вообще, как она пьет, и как она контролирует себя под алкоголем, потому что, знаете, вы можете рассчитать на многое, но выпьет девушка бокал-два, и вы вообще ее не узнаете, она сойдет с ума, что-то с ней произойдет не так. Поэтому вы сможете посмотреть, как мужчина, да, выпьет и так далее. Девушка также может посмотреть на мужчину, потому что он тоже может перебрать лишнего и вести себя совершенно по-другому, не как вы ожидали. Но я считаю, что нужно немного выпить, нужно устроить романтический ужин, и вообще он должен быть хороший, в хорошем ресторане, красиво все должно быть, подарить цветы уже можно, да, там, на третьем свидании уже, как бы, потому что девушки любят цветы, оно располагается как-то, вот-вот, он ухаживает, он пригласил в ресторан, он подарил красивые цветы, да, то есть все нравится, раз она пошла на третье свидание, это уже о чем-то говорит. И, соответственно, потом, после этого, если вы выпили, расслабились, соответственно, вам уже легче, мужчина может вас пригласить на, то есть куда-то, да, либо к себе домой, и вы можете согласиться, в принципе, да, если до этого он не настаивал вот постоянно только, да, там, с первого свидания. Вот если мужчина с первого свидания начинает вам говорить о сексе, разводить, вам рассказывать, вы так чувствуете себя скованно и говорите, ой, подожди, мы так мало знакомы, а он, да, зачем нам узнавать друг друга, короче, все это туфта, он хочет от вас просто секс и так далее, потому что я считаю и убеждена, что если мужчине нравится девушка, то он никогда не позволит себе ее оскорбить такими вот заявлениями, потому что мы не мужчины, это мужчина может, понимаете, трахать все, что угодно и спать с кем угодно, и он будет красавчик, а девушке так нельзя, и каждый мужчина об этом знает, там, что, там, блядь какая-нибудь или еще что-нибудь называют, все прекрасно об этом знают, и если мужчина сразу предлагает тебе, значит, извините, это даже не проверка, это вот глупость какая-то, не проверка, это значит, мужчина реально думает, что вы можете согласиться пойти с ним куда-то, про полное неуважение, полное какое-то, я не знаю, вообще не ведитесь, не слушайте, это, ну, то есть вообще не ваш вариант, конечно, если вы не нимфоманка, и если бы чуть-чуть он бы не сказал, вы бы уже сами его потащили в постель, это другой момент, я скорее говорю, а то, если вы хотите серьезных отношений, или как минимум, чтобы вас уважал мужчина, уважал, может быть, не серьезные отношения, но он вас любил, хотел, там, и так далее, и ценил, для этого нужно поднимать себя, как бы, в статусе, для этого не нужно бежать сразу в постель на первом свидании, для этого не нужно вестись на разводы, когда вам конкретно говорят, что от вас хотят секса, понимаете, никакой романтики, даже если мужчина хочет секса, он должен сделать это красиво, он должен сходить куда-то, подарить цветы, как минимум вложений хотя бы, даже если вам тоже просто нужен секс, уважайте себя обязательно, и важно чувствовать мужчину, если вы его еще не почувствовали на третьем свидании, вы думаете, что-то не то, и так далее, не спешите с ним идти в постель, если вы ему понравились, он будет ждать столько, сколько нужно, мужчины и месяцами ждут, и по несколько месяцев, там на стороне где-нибудь, может быть, перепихнуться, но так, чтобы встречаться, и что-то серьезное, они дождутся вас, вот, но затягивать с этим тоже не нужно, потому что мужчины тоже не дураки, они тоже чувствуют, что, как бы, в принципе, если вы друг другу нравитесь, да, и все хорошо складывается, и вас ничего не смущает, можно плавно перейти к интимной близости, да, то есть это будет либо какая-то нейтральная территория, либо это будет у него дома, но к себе домой тоже не ведите, если у мужчины на третьем свидании нет возможности вас куда-то привезти, в какие-то апартаменты, либо пригласить к себе домой, к себе домой я не рекомендую приглашать, но это лично мое видение, вы, конечно, можете сами смотреть, как угодно, но мне не нравятся мужчины, у которых нет собственного жилья или нет возможности пригласить вас куда-то в красивое место, вот, что могу сказать я, поэтому, ну, а все зависит, конечно же, от ситуации, то есть очень много моментов, когда, допустим, я вижу, да, девчонки приходят, там говорят, что вот так, вот так все складывается, я там могу сказать, что рано, или могу сказать, ну, в принципе, логично, все логично складывается, естественно, действую, да, или говорю, рано, не спеши, еще его надо проверить, потому что, скорее всего, это вот какие-то хитрые ходы. В общем, доверяйте своей интуиции, девочки, скоро я, кстати, расскажу, сниму видео об интуиции, это вообще тоже отдельная очень интересная тема, я желаю вам любви, я желаю вам взаимопонимания, уважения со стороны мужчин, чтобы он ценил и уважал вашу репутацию, и тоже пытался ее как-то сохранить, а не наоборот ее как-то испортить. Я желаю вам прекрасных свиданий, отличного первого секса, и с вами была Селена Свей, если мое видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на мой канал, впереди много интересного, конкурсы, и я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok